Какие люди обращаются к Богу? Не всем даруют детей. Почему так? – Вы знаете, на такой сложный вопрос можно дать, наверное, десятки ответов. Нельзя же думать, что каждое наше прошение, оно уже обязательно должно быть удовлетворено. Это просто немыслимо, как мы просим у папы, у мамы, но у тех, кто нас любит, мало ли каких вещей можем просить, а он скажет – нельзя, голубчик! Я вспоминаю один случай, где прочитал я, как мальчишка в Индии на слоне ехал и вёз отцу бананы на обед. И перед джунглями вдруг слон остановился, как копанный. Мальчишка начал и бить его, и теребить его, даже колоть его. Слон не с места. Потом вдруг слон хватает его своим хоботом и себе под брюхо. И в это время из джунглей в прыжке вылетает тигр. Если бы слон его не спрятал, ему был бы конец, потому что тигр действительно шлёпнулся прямо на спину слону. Ну, правда, слон-то справился с тигром, он схватил и его разбил, но от мальчишки-то ничего бы не осталось. Мальчишка как? Только сейчас он его бил и колотил. Тут давай целовать слона, отдал ему все бананы и благодарить его. И со слезами – спаситель мой! Вот так часто мы обращаемся к Богу с самыми разными просьбами, а, между прочим, святые отцы очень и любвеобильно, и тем не менее настойчиво советуют никогда, никогда упорно не просить у Бога чего-либо, касающегося нашей земной жизни. Никогда! Потому что мы видим вот одну, чуть-чуть-чуть, а не видим всей ситуации. Бог только видит, что нам полезнее. Так вот, и в данном случае, в данном случае, очень возможно, что для некоторых действительно это не полезно. Для других полезно, чтобы они хотя бы немножко занялись собой, то есть помолились, поподвязались. Вот Бринчанин, например, у его родителей не было детей. И появился вот этот первый, Дмитрий, который стал Игнатием Бринчаниновым. После нескольких лет действительно, как вы сказали, поездок по святым местам, и молитвы, и пост, и обращение к Богу, и, наконец, вот появился такой, я бы сказал, удивительный человек, один из самых, я бы сказал, авторитетных подвижников XIX века, подвижников-епископов. Вот так. Так что, видите, я вам назвал просто две причины. Но на самом деле, а есть биологические же причины. Просто по причинам чистой нашей физиологии детей не может быть. И просить у Бога чудо – это даже нехорошо. Почему? Чудо! Ну, посмотрите в Евангелии, как Христос относился, когда у него – дай нам чудо! Он ушёл от них! Чудо просить! Почему? Потому что мы тогда просим чего-то превосходящего, переходящего к границе, границе того, что для нас нужно. Но история с расслабленным, история с женщиной, которая прикоснулась к Спасителю, и таких историй десяток, да, исцеления, он даровал. Да, вы правы, да. Господь видит наше духовное состояние. Посмотрите, какая толпа окружала Христа, а одна только прикоснулась и исцелилась. Другие тоже там были наверняка и больные, наверняка, потому что всегда его окружали... Вы что думаете, люди, которые интересовались истиной, Богом, спасением? Да нет, любопытствуют, больные, всем хочется получить исцеление! Евангелие не описывает только об этом. Вон, ученики сказали – Равви, ты что, смотри, тебя толкают, а ты ищешь ту, которая к тебе прикоснулась. Что такое прикоснулась? Посмотрите, что она сказала, как она со слезами. То есть она была духовно готова к получению этого чуда. Её духовное состояние было – это состояние смирения. Как помните, та мать, которая просила сиро-финикиянка, то есть не иудейка, язычница, вдруг просит исцелить бесноватую дочь. Помните, как Христос её немножечко говорил? Я не могу же я взять хлеб у детей и бросить псам! И когда она сказала ей – псы под столами собирают крошки, едят их, тогда иди, дочь твоя здорова! Вы слышите? Это замечательный пример чего? Оказывается, требуется определённое духовное состояние. И это состояние, прежде всего, вот такого смирения. Действительно смирение. Действительно готова смириться была до предела. Хоть меня псом называете, только помогите мне. Далеко мы далеко. Редко, когда, может быть, бываем способны быть в таком состоянии. Вот по этой причине и у многих молитвы не достигают своей цели. А у кого молитвы достигают своей цели? У кого дети после поездок, паломничеств и постов появляются? Получается, они в этом состоянии были? Мы, вы знаете, вот эти вопросы, которые вы задаёте, как будто так, что мы с вами сейчас можем... Ну-ка, душа, ну-ка, покажись, ка сюда, открывай! Сейчас, мы сейчас разберём, что у тебя... Да, так вот. Вы знаете, душевные состояния видны Богу. Одним из критериев, как мы уже с вами сейчас поговорили только, действительно, когда наши молитвы угодно бывают Богу, и когда достигают своей цели, так, это состояние, конечно же, смирения, глубокого смирения. Не просто смирение от бессилия. Не надо смешивать это. Бессильный он смиряется. Нет! Пока ты в силе смирись, вот тогда, да, тогда действительно это будет смирение. Так вот, Господь видит это наше состояние и, соответственно, отвечает к нашей пользе. Но всегда ли для семьи дети – это самое главное? Как устроена православная семья? Должны быть дети во главе угла, рождение детей? Ну, это совсем не христианское отношение. Это действительно вот его действие, например, там дети – это всё. Помните, Елизавета, мать Иоанна Крестителя, помните, когда она вдруг оказалась временной, и когда родила, так с ней лишь то. Помните, что? Как её все осуждали, презирали, сняли поношение даже, понимаете? Если вот у них так, у них это так, в христианстве совсем нет. Христианство своим, как сейчас мы уже называли это, одним из самых своих основных, я бы сказал, ну, предписание человеку – смирись под крепкую руку Божию. Нужны детей? Господи, благослови! Нет, Господи, смиряюсь! Вот так! Это незыблемый просто принцип. Это чрезвычайно важно. И, конечно, дарование детей – это, конечно, мы даже не можем сказать, что благо-неблаго. Это просто естественно и должно быть, поскольку это естественно, полезно для человека. Потому что семья – это настоящая великолепная больница. В смысле? Семья – это больница. Не курорт, не дом отдыха, а больница, в которой и он, и она наконец познают себя. Я и не видел, что я лентяй, а оказывается, ой, не хочется. Я и не видел, какой я самолюбивый, а мне, оказывается, за день меня я на стенку лезу. Я даже и не предполагал, сколько тщеславий во мне и прочих всяких вещей. А семья как раз – это идеальная ситуация, в которой я начинаю познавать себя и видеть. Оказывается, я грешный? Какие страсти у меня? Я даже и не предполагал! О, поэтому подавляющее большинство человечества, то есть, ну, почти всё, это же редкое исключение, когда так, когда все инстинкты вам вложил Бог в природу человеческую. Вот вам это необходимое средство для того, чтобы вы духовно формировались надлежащим образом. Семья – идеальное средство, идеальная больница. А кто же врач в этой больнице? Жена или муж? Он – не жена и не муж, а он – врач больницы, потому что, познавая себя, мы тогда начинаем обращаться к Богу. Господи, прости меня, я никогда не знал, что я такой, такой. Даже не предполагал, что у меня такие, оказывается, негодные есть свойства. Он – Бог, наш врач. – То есть семья человеку даётся для спасения, для того, чтобы у Царства Небесного не было? – Это что значит даётся? Вот мы говорим. Это естественный закон, благодаря которому наилучшим образом человек может достичь того духовного состояния, при котором он может войти в Царство Божие не падает. Знаете, как? Не падательно! Не падательно! Сейчас я объясню. Вы знаете, говорят так, хочешь узнать человека – дай ему власть. Кажется, ничего, хороший человек. Подняли на одну ступеньку, ефрейтором сделали. Да что же, скотина стала! Так и дать ту славу, ту власть, которой предназначен человек по природе, можно дать только тому, кто действительно познал и увидел себя, что без помощи Божией он не только нуль, а он хуже всякого скота. Как это очень многие, кстати, говорили – хуже, хуже бесов! Это рассказывает случай очень интересный. На Афоне наш один святой Тимофей, о, да, Тимофей, он был на Валааме, потом он пришёл на Афон, там подвязался, действительно святой человек, и однажды он говорит до тех пор, пока человек не увидит себя, что он не только хуже скотов, что он хуже бесов, ему Царство Божие и дать нельзя. А был один профессор. Вот это... Зачем профессор? Ну, сказали бы кто-нибудь бы! Ну, почему-то профессор! Вот это единственное, что меня... Как не понравилось! Так, профессор говорит – Как это, батюшка? Ну, почему же это хуже даже бесов? Да скотов! Как-то уж очень это звучит! Ну, обиделся человек. Ну, конечно, как это такое? Я должен видеть себя хуже скотов и бесов! Он говорит, скоты живут так, как Бог дал их природе, так они и живут. Они не выбирают, у них нет, они не знают ни добра, ни зла. И поэтому они не ответственны за свои поступки. А мы знаем! И бесы тоже. Кто такое бесы? Это же падшие ангелы, которые ниже нас по своей природе. Это же служебные духи, о которых... О которых... Он повторил слова очень многих отцов. Поразительные, кстати, слова. Не было бы бесов, не было бы святых! Святых! Не спасённых просто, а святых! Почему? А потому что только благодаря этим искушениям, которым подвергаются они, они, препобеждая их силою Божией, силою Божией, действительно достигают вот этого величайшего, необходимейшего свойства, какого? Вот той непадательности, то есть они знают, что без Бога я тут же провалюсь! Господи помилуй, Ты мой помощник, Ты действительно та любовь, которая спасает меня от всего! Тогда вот такому человеку можно дать царство! Но ведь проверка властью, она же и в семье происходит, о которой мы говорим. Ведь если человек наделён властью, допустим, над своей женой, потому что он ответственен за неё, он может какие-то распоряжения дома дать, это тоже такая мощная проверка? Ведь он может оказаться хуже скотины. Ну, конечно, в семье идёт проверка непрерывная, друг друга, и мужа, и жены – все друг друга проверяют. Человек начинает, в конце концов, видеть, да, что весь в чирьях, как к чирью, знаете, говорят, барин в народе – не прикоснись, человек отскакивает, как ужаленный, так и нас. За какую сторону не тронь, то мы взвываем тоже – и самолюбие, и леность, и тщеславие, и притворство, и что угодно! Со всех сторон больны! Это верно, это, конечно, верно, но дело-то вот в чём! Я вам скажу насчёт власти, считаю, просто необходимо сказать, что сделало христианство в понимании семьи. Того, чего в истории до христианства не было. До христианства муж – что такое? Глава! Он не глава, он просто абсолютный хозяин! Власть, власть, а жена – служанка, а то рабыня. Сара, помните, называла «господин мой», обращаясь к Аврааму, и это было. А христианство совсем другое сказало, совсем иное – муж и жена – одна плоть. А апостол Павел говорит, кто же, когда свою плоть возненавидел, но питает и греет её? Будешь ли ты бить себя? – Нет! – Резать, колоть будешь? – Нет! – Нет! Вот, оказывается, кто такой жена? – Вот, какой муж? – Это же одинаково, это же обратное! Оказывается, это одна плоть, которую нельзя же резать, колоть, бить и приносить страдания! Сохраняется только тот принцип, который, говорят, равенство, но неравноправие, говорит христианство в семье. Равенство, но неравноправие. Ну, чтобы поняли, приведём пример. Генерал и солдат. Как они? Перед законом они равны, но равноправа у них? – Разные! О, вот президент и простой гражданин! Права одинаковые разве? Что вы? Так вот, в данном случае в семье, да, христианство решительно говорит, что семья не должна быть анархией! Анархия! Должно, насколько максимально это возможно, насколько позволяет наши страсти, вы слышите, наше самолюбие, должно быть что? Взаимное согласие! Но в жизни постоянно же у нас разные точки зрения. И вот, когда, действительно, жена и муж не могут прийти к единому выводу, по-хорошему, говорят, по любви, то, в конечном счёте, требуется, чтобы был кто-то, кто был обязан ответственно перед Богом и перед своей семьёй сказать окончательно – будет вот так! Точка! Точка! Вот так! Это, право, это обязанность мужа! Почему, скажите? Почему? У человека есть ум, а есть сердце! В семье образом этого ума – это мужчина, но они больше рационалисты, конечно! – образом сердце – жена! И ум без сердца – это ужасно! И сердце без ума – это анархия! Одни эмоции будут! Требуется вот сочетание! Конечно, там, где есть взаимопонимание, когда есть – очень хорошо, когда нет – всё-таки должен быть контроль ума! Поэтому жена да убоится мужа! Даже такие слова мы слышим при венчании, правда! Она шепчет – да не дюжа! Это шутка, конечно! Но, действительно, христианство говорит – да, это единая плоть! Должны жалеть друг друга! Должны, насколько возможно, познавая себя, сочувствовать друг другу, великодушно относиться! Но в конечном счете, я говорю, в конечном счете, всё-таки приоритет разума должен быть в семье! – Алексей Ильич, а как в народе называют «муж и жена – одна сатана»? Почему так повелось? – Ну, по той причине, что очень часто же, когда какие-то вещи происходят, в какой-то семье такого рода ведёт себя кто-то – он, она ведёт себя так, что все говорят – ну что же это такое, что они творят там? Да. Говорят ей, она говорит – встаньте, да, у вас вольно хорошая! Говорят ему – вы что, у вас лучше жёны, что ли? И тогда говорят – ну, муж и жена – одна сатана, лучше с ними не связываться, всё понятно! Это, ну, по этой причине, конечно! Но это свидетельство, что, конечно, если муж и жена живут в согласии, то они становятся единодушны, живут одним духом! И дай Бог, чтобы этот дух был христианский, а то, может быть, дух корысти, сколько угодно, жадности, лицемерия и так далее, да избавит Бог, конечно, от этого! – Правда ли, вот вы сейчас сказали, меня на мысль толкнули, а грехи мужа и жены, они часто совпадают или это совершенно два разных человека? Ведь один, наверное, влияет на другого, и мы перенимаем не только хорошее, но и плохое. Да мы все влияем друг на друга, но всё-таки, всё-таки, когда муж священник, то матушке говорят – всё-таки исповедоваться надо у другого батюшки! – Почему? – Ну, почему? Сам мне ответь, почему! – Ну, у Алексея Ильича! – Ну, конечно! – Как я могу! – Не слыхал он, почему! – Мало ли что! – Вдруг смотрят, через тридцать лет, говорят – «Ах, а ребёнок-то не его! Покаялась!» Так же и там, на стороне – «Ах, папа-то другой!» Ну, такие же случаи же бывают, вот, и поэтому во избежание, во избежание того, чтобы жена могла действительно искренне покаяться, она должна всегда наиспо идти к другому священнику, а не к своему – во избежание! Всё хорошо, всё чисто, всё равно, зачем? А вдруг когда-то что-то такое, или даже не обязательно, даже уж такой грех уже совсем крупным! Может быть, и более мелкие грехи, но о которых действительно нельзя сказать! Можно так обидеть своего мужа, ну, просто действительно обидеть, он не может вынести! Если бы муж был святой, её, этот батюшка, священник, муж, да, можно было бы! А кто свят? И она может что-то такое сказать, может быть, такие вещи... Не обязательно это, я говорю не о блуде даже, совсем других масса вещей, которые могут быть! Может такое быть? Может! Поэтому очень хорошее правило – не исповедуйся у своего! – Тогда ещё вопрос доверия в семье. Как вот жена должна всё рассказывать мужу, или что-то должна оставить себе, утаить, или муж всё ли должен рассказывать? – Ну, мы же только сейчас и сказали! Не всё, оказывается! Есть грехи, грехи! Не надо смешивать! Одно дело – дела, дела наши житейские, наши работы, наши покупки, наши одежды, наши питания! Всё одно дело! А другое дело – внутри человека! Какие могут быть? Могут подниматься иногда страсти, просто искушения настоящие! И этим делиться обязательно мужу с женой или жене с мужем может оказаться очень неполезно! Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный, это 5-е столетие, говорил, полезно открывать свои мысли, но никому попало, а только человеку, только человеку, он даже предупреждает, не обязательно по возрасту старому, а только тому человеку, который действительно приобрёл уже дар рассуждения и бесстрастия! Бесстрастия! Ну, скажи мне! Мне говорят, я тебя терпеть сейчас не могу! Ах! Да? Или, наоборот, ты ей скажешь! Это же момент какой-то! Это, может, какая-то полоса! Так? А что из этого может быть? Что? Всё! Развал семьи полный! Ах! Ты меня терпеть не можешь, а я тебя не могу! И поехала! Ну, что вы! Никому попало, а только человеку, достигшему бесстрастия и рассудительному! Кстати, одно из первых качеств духовника – рассудительность! Иногда даже человек и не столь уж велик в святости, но умный, опытный, опытный! Вот с этим человеком она должна поговорить или муж там, ну, в зависимости от кого. Так что всё рассказывать – вы ошибаетесь! Одно дело – семейные все дела решать! Да, всё надо! Внутренние сокровенные вещи духовные, эти импульсы, которые у нас, знаете, мы как погода можем меняться! Сейчас взрыв любви, через час провал неприязни! Всё это в семье бывает! Мой один племянничек, однажды, сидя за столом у меня, в присутствии моей мамы и там сестры, да, сидит и говорит, пьём чай, говорит, ой, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье! Моя мама, сестра, ой, ой, прям возрадовался, наконец-то! А он минуту помолчал, так, разбойник! И дальше в такую фразу – «Но было уже поздно!» Они чуть его не сколотили! Молодец! Вот вам прекрасно! Вот ответ! И попробуйте вот так, сразу давай! Я тебя ненавижу! – А что же делать, если несчастлив в семье? Убегать, терпеть? – Что? Что? Не понял! – А если несчастлив в семье, что делать? Убегать, терпеть? Ну, племянник, он говорит, счастлив был, когда кольца... – Нет, но было уже... Почему? Он не несчастлив! Нет, он не сказал, что он несчастлив! Он сказал, но было уже поздно! Ждём-то рая под час! Рая! Ну, какое-то время бывает! Говорят, не даром, говорят, медовый месяц! А потом другое... О, очень хорошее, украинское есть такое! Дивка была ангел! Женка стала бис! Не оглядывайся! Я тебе по секрету говорю! Ну, что с ним будешь делать? – Очень популярный вопрос присылают! У большинства женщин прямо какая-то напасть! Говорят, объясните нам, что делать? Вот я хожу в церковь, ну, то есть, вот, уже женщина там где-то лет 45-50, а муж всё время говорит, что ты там в свою аллилую ходишь, что ты там с попами этими трёшься, лучше дома уберись там или займись, борщ приготовь, нечего ходить по воскресеньям туда утром. Вот как тут можно помочь, какой совет можно дать? Дело вот в чём, что без рассуждения нет добродетеля, сказали святые отцы единогласно. Без рассуждения нет добродетеля! Поэтому здесь нужно, как в какой-то опере, я забыл, поёт, то ласками, то сказками умейте завлекать! Вот. Знаете, женщина в таком случае иногда начинает упорно, действительно, я должна, я обязана, в воскресенье положено, и всё, и начинаются скандалы. Да избавит Бог! Да избавит Бог! Попроси! Ну, сегодня мне очень нужно попроси! Ну, ладно, сходи! А когда упорство, то упорство на упорство! Вы понимаете? Не даром есть очень хорошая такая восточная мудрость. Сильней не тот, кто твёрд, а тот, кто мягче. Вода, что может камень проточить, жена, что под бессилием силу прячет. Не упорством! Пойду! Под бессилием! Да, ну можно мне сегодня сходить! Проигрывая побеждает! Вот в чём дело! Смирение всё побеждает! А когда начинает вот так упорно отстаивать, я хочу, мне нужно, мне положено, то, конечно, конечно, начинается очень крупная неприятность. Это касается не только сходить в церковь, это касается и других вещей, в частности, интимных вещей касается, что, когда начинает пост и всё, ему плевать на это, все твои посты, так она начинает. Ой, как тут важно! Нет добродетели без рассуждения, и только смирение побеждает, побеждает всё, а не упорство. Я бы вот сказал именно вот таким образом. Но ведь женщины хотят не только, чтобы им разрешили ходить, но и чтобы мужа своего туда затащить, чтобы он тоже в этот пояс спасения прыгнул. Так само собой понятно, что, когда муж увидит, что такое христианка, что, кажется, с ней как легко жить-то с ней, какая она добрая и ласковая и послушная, не упорствует, не кричит, как это делает, а увидит, говорит, что нормальный человек, вы посмотрите-то! Я думал, бис, а, оказывается, ангел! Вот таким образом привлекаются к христианству! Не силой, а смирением! Вот чем побеждается человек! А когда начинает эта борьба, борьба начинает, кто кого победит, тогда не ждите, чтобы муж стал христианином!